в настоящее время я больше рассказываю со своего личного опыта нежели использую опыт других людей там что-то говорю по книжному у меня накопилось достаточно своего опыта о котором я с вами и делюсь и в частности я вам расскажу о своих простудах ангинах и гайморите который у меня был то есть для того чтобы понимать истоки и успешно с чем-то справляться необходимо начинать с самого-самого самого начала а самое начало у меня такое лет в 16 я увлекся тяжелой атлетикой для того чтобы набрать вес я начал использовать повышенное количество молочных продуктов повышенное количество молочных продуктов то есть я где-то выпивал в день от 3 до 5 литров молока ну набирал вес это так это делается полезно это не полезно это другой вопрос и вот значит в результате этого у меня начались ангины так как я в то время не знала связь усиленного потребления молочных продуктов с ангинами я как-то этот вопрос просто-напросто недопонимал вот болею все ну ладно потом забрали меня в армию от в армии интересно особенно на втором году жизни несмотря на то что я посещал ростовский молзавод никаких ангин не было горло было луженое то есть здесь насколько теперь понимаю очень важно это атмосфера в которой ты пребываешь то есть она как-то вот изменилась против домашней стала несколько иной может тот и возраст еще сыграл свою роль но никаких ангин никаких простуд не было я был очень и очень здоров пришел из армии я уже не стал выпивать столько молока ну там питался вообще-то безобразно потому что надо было опять таки согласно тяжелой атлетики набирать вес поддерживать вес потому что с таким ростом вес должен быть килограмм 120 а то 140 чтобы что-то поднимать а у меня был только 105 107 вот маловато и у меня начались опять ангины то есть я начал болеть постоянно одна за другой одна за другой это как раз мне был 21 вот я обращаюсь поликлинику у нас на ваш заводе и недолго думая мне удаляют галанты после этого никаких ангин не стало и это примерно продолжалось в течение полугода и я подумал надо же как она хорошо действует хотя сейчас понимаю можно было и галанты вылечить но что сделано то сделано и примерно на двадцать седьмом году жизни я создаю семью появляется значит у меня сынок и я тут начал заниматься как бы немножечко самоздоровлением вернее даже не занимался самоздоровлением не занимался это еще до этого было и начался насморк насморк начался я значит использую различные средства закапываю их в нос на какое-то время но становится сухой а средство помогает а потом все опять ну и так я буду говорить капал капал там все это такое и докапался до того что сжёг слизистую оболочку вернее ее засушил слизистая оболочка у нас должна быть влажна для того чтобы хорошо улавливать запахи а так как все эти средства они подсушивают слизистую оболочку то естественно просто она просто перестала работать я помню выношу горшок вот за сыном и вот так вот я его держу перед носом никакого запаха то есть все запахи отрубила и вот когда где-то годика через два через три я начал заниматься самооздоровлением в результате там промывания носа там ряда других процедур с меня повалила слизь из гайморовых пазух с запахом вот этих лекарств просто вот вот эти все лекарства они значит вошли в мои там гайморовые пазухи вместе со слизью этой остались и потом и потом только с применением специальных процедур а именно это промывание носа это закапывание смеси табака на масле когда проникает через решетчатую кость вот это все богатство начало выходить как такого гайморита у меня еще не было но это было пред гайморово такое состояние то есть голова у меня не болела и вот я хочу теперь сказать следующее чего все начинается начинается с того что человек использует слишком много слизе образующих продуктов такие в первую очередь это молочные продукты молочные продукты способствуют тому что у нас в организме накапливается слизь которая выходит в виде там кашля мокроты она остается на гландах способствует тому что развиваются разного рода особенно от сладкой пищи потому почему дети так часто болеют ангенами потому что они потребляют сладкую еду без меры переваривается допустим из того что они съели там ну допустим 90 процентов 10 процентов идет на корм бактерий вот эти вот бактерии начинают естественно действовать а значит вызывают воспаление в ландах ну и далее там расселяются и вот думая что путем удаления ланд можно решить эти вопросы раз они болят значит можно просто напросто только джиг отрезать и все нет ничего подобного это почувствовал на своем собственном опыте удаляются ланды а если не меняется образ жизни то все это также там остается и начинается действовать то есть либо ляда ланды зато все это идет через нос то есть человек начинает болеть больше простудами у него течет просто напросто с носа и это все постепенно приводит к тому что начинается и гайморит сопли эти имеют тенденции как холодец высыхая уплотняется и получается корочка ксерогеля для того чтобы эту корочку растворить вот некоторые удивляются почему выходят буквально такие стаканы соплей стаканы гноя этот вот как раз ксерогель этот растворяется и выходит в виде вот таких вот масс огромной величины удивляйся ну откуда там в голове столько слизи да вот отсюда когда дело идет к гаймориту предлагается сделать прокол для того чтобы все это убрать все это на самом деле легко и просто убирается через решетчатую кость которая соединяет гайморовые пазухи но для этого надо кое-что знать помимо того что одно дело промывать это хорошо другое дело используют ингаляции которые с душистых трав которые уже через решетчатую кость проникают и начинают там что-то растворять делать то есть сделать это делать текучим и наконец таки там душистые травы на масле допустим табак душистая трава можно там полын душистая трава даже можно использовать и вот эти вот эфирные масла душистые но разбавляя их смешивая с маслом допустим если одна капелька этого эфирного масла такого душистого то это должно быть примерно она как минимум на чайную ложку масла любого там оливкового любого растительного масла смешать и капать тоже по одной максимум две капли легли нос к верху закапали полежали чтоб туда все это дело проникало некоторые используют цикламен это тоже хорошее средство но важно понимать важно отрубить корень болезни если этого не сделать как некоторые проколы 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 толка никакого гланды удалили допустим простуды дальше как как были так и продолжается то есть не меняется основа которая предрасполагает к болезни для того чтобы это убрать надо изменить в первую очередь свое питание именно оно наше безобразное питание способствует тому что у нас возникают простуды ангины и дальше гаймолит и мы пытаемся что-то лечить местное здесь не понимая что это идет совершенно с иных позиций и вот когда я начал всего этого придерживаться ну будет стало намного лучше то есть придерживаясь я хорошо этого я вообще простудами не болею если не придерживаясь все это возвращается обратно то есть нету такого чтоб вы вылечились раз и навсегда если вы не хотите менять образ жизни все это повторится если вы будем говорить ага поменяли образ жизни потом посчитали что все нормально и потихонечку возвращаетесь к прежнему все возвращается назад поэтому против простуд ангин и гаймолита имеется хорошее надежное средство это изменение образа жизни и особенно питания меньше сладкого меньше молочного и постарайтесь есть не переедая вот еще что главное ну то что можно там на ночь не наедаться но это так сказать конечно тоже рекомендация но в основном три меньше сладкого меньше молочного и не переедать не должно у нас быть того что на есть вот такой вот живот это все ведет к тому что у нас слишком много в организме непереваренной пищи которая служит для того чтобы она шла в слизь слизь у нас выделяется только легкими и носоглоткой как только в этот источник опа отсекли значит у нас простуды исчезают ангина исчезает гайморит исчезает в гайморовой пазухе еще раз повторю есть средства которые без всяких проколов без всякой травматизации заходят разжижает это все выходит не сразу допустим тут ингаляции можно делать тут и закапывают масляные смеси на душистых травах все это естественно в течение где-то месяцев двух-трех потихонечку капайте потихонечку это размягчается и потом начинает отходить если этого не знать если этого не делать дальше начнутся более серьезные осложнения в виде головных болей в виде там допустим от головных болей начинает давление скакать и расстраиваться вообще жизнедеятельность всего нашего организма вот чем я хотел с вами поделиться вам понравилось видео тогда позвоните пожалуйста и поставьте лайк так так и